Устроили разборки на дороге два омских водителя. Один не пропустил другого. Несколько мгновений отношения выясняли через открытые окна. Потом перешли к личному разговору, а от слов и к кулакам. В порыве гнева мужчины забыли про других участников движения. На проезжей части образовалась пробка. Смешно смотрится, как дикари доказывают свою правоту. Обсуждают комментаторы. Через интернет амичи продолжают бороться со стихийными свалками. Два поста с хэштегом «жалоба» написали подписчики паблика ЧП «Омск». На первом видео мусорка возле танкового института. Территория завалена черными пакетами с отходами. Автор второго поста запечатлел свалку по адресу Мельничная 9А. Здесь помойку устроили прямо под окнами частного дома. «Наняли трактор, сдвинули все на дорогу. Быстро уберут», – подсказывают комментаторы. В неуважении упрекнули соседей жильцы одного из домов по улице Дианово. «Лень собрать мусор и вынести на площадку», – пожаловался автор поста. Вместо этого они выкидывают остатки еды в окна. «Загадили и двор, и припаркованные в нем машины», – гневно высказал Саамич. Однако комментаторы уверены, что если бы машина стояла на парковке, мусор бы до нее не долетел. «Это куда нужно поставить машину, чтобы на нее еду скинули? Газон? Тротуар?» Милоты в ленту добавил паблик в Инстаграме. Пассажир поезда выкупил все купе для своих котов. Подписал автор это фото. Подписчики умилялись в комментариях. «Вот как надо любить животных». Однако поток милых высказываний прервал работник РЖД. Он написал, что если пассажир едет в поезде с животными, он обязан выкупить для них все купе. Так гласят правила РЖД. Продолжаем разбирать посты о Мичей.